Всем привет, с вами Priya, и сегодня мы поговорим о модификациях. Модификация — неотъемлемая часть нашей прекрасной игры. И само собой, чтобы лучше владеть своим персонажем, чтобы делать различные действия намного приятнее, может установить различные аддоны. Например, мы можем не просто сидеть и ждать, пока появится какой-нибудь мопчик, а мы можем скачать какой-нибудь аддончик, и этот аддончик просто-напросто издаст особый звук о спавне аральника. Таким образом, мы узнаем то, что мопчик заспавнится, и мы с него просто-напросто залутаем маунта, игрушку или питомца. Это реально полезно. Многие аддоны имеются на текущий момент в игре, все-таки игре уже скоро 16 лет, и у них разная, скажем так, цель. В прошлый раз, недельку где-то примерно назад на видосике, я рассматривал список модификаций с фовхеда. Там были настолько дурные модификации, что ну просто слов приличных нет с целью того, чтобы высказать, насколько они ни к чему не относящиеся, эти модификации. Сегодня я просто-напросто предложу вам свои модификации. Вы сами сделаете вывод о том, стоит какие-то скачать, не стоит какие-то скачать, а также в описании к этому видосику приложу архив со всеми своими аддонами. Скачаете, обновите, нужное оставите, ненужное удалите, то есть сами немножко тоже подумайте касательно этого всего. Окей, давайте начнем. Просто-напросто открою вкладку модификации и начну весь анализ, расскажу, какой аддон для чего нужен. Поехали. All the things. Аддон, который довольно-таки хорошенько нагружает нашу систему, занимает внушительное место в памяти, то есть там около 100 мегабайт он точно будет кушать, поэтому включать его стоит только в редких случаях, и с целью того, он используется мной, чтобы просто-напросто глянуть, что, например, падает с какого-либо мопчика, или, например, что можно залутать при покупке сундучка, какого-то определенного за дублоны мореплавателя. NPC Scan Overlay. NPC Scan — это давно известный аддон. С помощью него можно смотреть спавн мопчиков, и также происходит оповещение о спавне этих мопчиков. Довольно приятный аддон, но некоторые люди могут сказать, что он не работает в текущий момент. Не знаю, не знаю. Оповещения все так же появляются, как звуковые, так и текстовые. Advanced Interface Options. С помощью этого аддона можно вернуть некоторые старые настроечки, которые были удалены, по-моему, в Drenore. Приятный и полезный аддон с целью того, чтобы просто-напросто настроить какие-нибудь фреймы, вернуть их к стандартным. Но это полезно, в принципе, для тех игроков, которые играли давненько. Angry K-Stones. Аддон, направленный на ключи. Он изменяет стандартный дисплей, стандартную информацию о ключах в тот момент, когда вы проходите ключик. Это полезно. Смотреть стандартное окошечко, ну, как-то надоедает немножко. Armory оружейная. Armory Guildbank. Вы сейчас подумаете, что это Armory, то, которое представлено на сайте. На самом деле, нет. Armory — это хороший аддон, который при наведении на какой-либо предмет показывает, сколько этого предмета находится в каком месте у какого-либо персонажа на нашей учетной записи. Ну, то есть, например, 117 дистиллиума у меня находятся на воине в сумках. 192 дистиллиума на монахе в банке материалов. Также можно нажать левой кнопкой и пролистать абсолютно там всех своих персонажей, глянуть, во что они одеты. И при наведении на значок Armory можно глянуть, сколько, например, наиграно на каком-либо персонажи. 695 дней на воине, 228 на ДК. Ух, жестко. Идем дальше по модификациям. Следующее — это AUK-AUK-ционер. Скачан этот аддон был только с целью того, чтобы триггернуть такую модификацию под названием Enchantrix. Enchantrix — это модификация, которая показывает, какую интересную добычу просеивается руда. Ну, то есть, например, какой-то камушек с какой вероятностью и все такое прочее. Я его специально выключил с целью того, чтобы просто-напросто был рабочий Enchantrix. Как-то так. Аукционатор — окей, его можно удалить, потому что хороший на текущий момент аукцион от компании Blizzard. Auto Confirm Roll — аддон, позволяющий мгновенно забирать в сумке различные предметы, которые являются персональными при получении. То есть, нам не нужно просто-напросто нажимать кнопочку по центру, мол, типа, когда вы возьмете этот предмет, то он станет персональным. Этой таблички больше не будет, установив эту модификацию. Модификация довольно-таки старая, может быть, на что-то новенькое она уже не сработает, но на старые итемы она работает просто превосходно. Auto Turn In — автоматическая обработка заданий. Да, все абсолютно верно. Установив этот аддон и включив некоторые галочки, мы подходим к мопчику, и этот мопчик, например, если он дает квесты, эти квесты принимаются автоматически. Также можно еще включить некоторые галочки по типу «раскидывать задания участникам группы». Это довольно-таки полезно, например, при прокачке. Также можно настроить автоматическую сдачу этих квестов с условием взятия максимальной награды по цене продажи торговцу. Это реально круто в тот момент, когда вы делаете однотипные дейлики. Это поможет сэкономить время. «Бенкаунтер» — это аддон в виде модуля для аукционхауса. Он идет вместе с аукционером. Просто-напросто выключаем его. «Баггребер» — полезный аддон в момент установки большого количества модификаций. То есть, если вдруг выгорает какая-то ошибка без этой модификации, например, то она появляется по центру экрана. Это неприятно. Установив «Баггребер», эти ошибки перенесутся в чатик. Ну а мы уже можем разделить чатик, например, убрать системные ошибки и все такое прочее. Чатик можно настроить как угодно в принципе, не пользуясь никакими аддонами. Таким образом, мы просто-напросто не получаем оповещения об ошибках в центре экрана. Ничего настраивать не нужно, вообще все замечательно работает. «Чемпион-коммандер» — BFA Mission Assistant. Самый обычный аддон, который позволит нам раскидывать соратников автоматически. Это реально круто. То есть, мы можем с 200% шансом закинуть, 100% шансом закинуть соратников. И не нужно думать о том, что там провалят они квест, не провалят. Просто-напросто закидываем на определенный шанс и радуемся полученному результату. «Details». Очень много сейчас вопросов об этом аддоне. С целью того, чтобы «Details» работал, нужно взять отдельный архивчик для Shadowlands. И из этого архива «Details.Shadowlands» скопировать аддон в свою папку модификаций. Я это сделал. «Дамедж» пишется, «Отхил» пишется, сделано два окошечка. Все замечательно, все круто, все работает. И «Details» просто-напросто позволяет считать дэмэдж от «Хилл». И можно абсолютно все глянуть. То есть, что происходило с персонажем и с рейдом. «Easy Scrap». Аддон для более простой утилизации предметов в утилитроне. «Enchantrix». Показывает, какие камушки, какие чернила получаются из руды или травы. Это полезно, действительно. «Enchantrix Barker» идет, вместе с ним скачивается автоматически. «Essence Set Manager». Все мы пользуемся эссенциями. Эссенции никуда у нас не ушли. И с целью того, чтобы создать самые обычные сетики, как вот мы делаем с броней, скачиваем этот аддон и создаем такие же сетики с эссенциями. Ну, то есть, например, ПВЕ-шные эссенции, да? Вот они. ПВП-шные. Оп, перекликалось все. Оп. Еще перекликалось. Замечательно. Реально замечательно. Только нужно тигель обратно вернуть. Тигель на текущий момент больше дает дэмэдж, чем вздох. А если мы хотим переписать, например, комплект эссенции, то нам нужно нажать Shift и левую кнопку мыши. С целью удаления сетика, Shift, Control и клик левой кнопкой мыши. А может и правой. Попробуйте сами. Так, дальше что у нас получается по модификациям. Exorcist Raid Tools. Многофункциональный аддон с целью того, чтобы, например, отслеживать бафы в рейде, с целью того, чтобы делать визуальные заметки какие-либо. Можно просто-напросто взять одной кнопкой рейд распустить. Очень и очень много функций. Изучайте сами и найдете для себя точно что-то полезное. Garrison Mission Manager. Самый обычный аддон для гарнизона дренорского. Можно раскидывать квестики. И также в Легионе, вроде бы как, еще и в BFA это вроде бы как работает, но работает немножко кривовато. Именно в гарнизоне этот аддон прекрасно себя показывает. Gutter Mate. Собирает информацию о расположении трав, руды, рюбных мест и показывает на карте и мини-карте. Да, действительно хороший аддон, который просто-напросто подсвечивает эти точки. То есть нам, например, не нужно запоминать маршруты. Мы откроем карту и увидим абсолютно все точки, где находится руда. Ну или археологические раскопки. Gryphon Hide. Gryphon Remover. Аддоны, которые позволяют убрать грифончиков по краям стандартного интерфейса. Один из них надо удалить. Это точно. Candy Notes. Многофункциональный хороший аддон, который подсвечивает точки различные в момент различных праздников. То есть, например, скоро будет тыквовин. Основная валюта это тыквовинские сладости. Да, мы лутаем их в тавернах. Но где-то есть таверна, где-то нет таверны. И этот аддон будет показывать на всей карте точки с этими кульками. Это реально круто. Мы берем, открываем карту, летаем потихонечку и лутаем эти сладости. Также показываются различные сокровища, различные сундучки. К огненному солнцевороту, к огненному фестивалю летнему тоже имеются точки. Так что, само собой, скачиваем. Ну и я думаю, для Шадоу Лэнса тоже что-то будет интересненькое. Инфинит, Рейд, Тулс. В Шадоу Лэнсе он, скажем так, немножко потеряет свою актуальность, потому что уберут монетки. Но мы можем извлечь из него хорошую полезность. Например, мы можем отследить количество бафов. К примеру, мы играем на воине, и если не все участники рейда находятся под боевым криком, мы просто-напросто будем видеть красную цифру, к примеру, 18 из 20. И это будет означать то, что нам нужно, конечно же, сделать боевой крик, чтобы было 20 из 20. Также, если, например, вдруг вы отсутствовали в момент проверки готовности, то появится центральная кнопка, и в течение 20 секунд можно еще, например, нажать кнопку «I'm ready now». Но если вы являетесь РЛом, то перед вами, например, будет список тех людей, которые не готовы, которые не нажали кнопку «Готовность». Это приятно довольно-таки. То есть вот ради этого, пожалуй, я храню этот аддон. Не видите в нем смысла? Просто-напросто удалите после скачки архива. «Informa» — это модульный аддон, который автоматически скачивается. «InspectFix» — аддон, который позволяет осматривать персонажей без какой-либо задержки. Лут-хелпер. Раньше этот аддон помогал распределять добычу. В тот момент, когда еще актуально было распределение по ответственному в рейде, когда не было персонал-лута. В начале БФА аддон был актуален из-за того, что можно было смотреть цифры демаджа на азериточках. Да и в текущий момент можно просто все неправильно просчитывается. Может быть, в Shadowlands'е будет что-то интересное для этой модификации, например, просчет каких-нибудь ковенантов, проводников, легендарочек и что-то типа такого. «Маркинг бар». На текущий момент аддон не обновлен. Верим, надеемся, ждем то, что он обновится. «Маркинг бар» дает нам две полосочки. Первая полосочка — это метки, которые вешаются на цель какую-либо. А вторая полосочка — это метки, которые ставятся на пол. Довольно-таки удобно, то есть не приходится использовать стандартный вынос меток. «Мастерплан» — «Мастерплан А» — это аддоны для гарнизона с целью того, чтобы просто-напросто проще раскидывать задания соратников. «Грифонс» — это все из той же оперы, что «Грифон Хайт» и «Грифон Ремовер» надо просто понять, какой из трех этих аддонов рабочий, и только его оставить. NPC-скан, о нем уже было сказано ранее. «Парагон». «Парагон» — аддон, показывает количество открытых сундуков с бонусным лутом. То есть вот мы прокачиваем 10 тысяч репутации, мы открываем сундучок, и, по-моему, этот аддон показывает именно то, сколько сундучков мы открыли этих бонусов. То есть, например, с «Раджане» — 8, с «Льдумским Союзом» — тоже 8, с «Тарталанами» — 10, с «Рожевоболтами» — 15. То есть можно глянуть абсолютно всю статистику таким образом. Далее. «Персонал Лут Хелпер». Хороший аддон. В тот момент, когда вы одеваетесь, в тот момент, когда вы лутаете вещицы, и есть, например, шанс того, что какой-либо человек в группе лутанет итем, который вам полезен, появится отдельное окошечко, которое покажет, что ему выпил этот итем, и на сколько итем левелов он вас улучшает. Также, если у вас, например, нету этой вещицы в трансмоге, то будет написано еще зелеными буквами «ХМОК». Вот и все. То есть хороший аддон с целью одевания и сбора трансмога. Модификация «Постол». Расширенная поддержка почтового ящика. Окей, многие функции и так уже имеются в стандартном интерфейсе, но некоторые все-таки функции обеспечивают эта модификация. Например, мы берем, открываем почту, прокликиваем определенные письма, после этого нажимаем кнопку «Открыть». И именно эти письма откроются. То есть нам не нужно нажимать, например, кнопку «Открыть все». Это выгодно с целью сохранения свободных мест в сумке. Ремейт авто отцепт. Самое обычное возвращение кнопки для автоматического принятия в группу. То есть у нас появляется галочка «Принять автоматически». Это полезно. Это реально полезно. Далее. Рейд ачивимент. Говорят, то, что аддон устарел, не показывает выполнение ачивочек и то, что уже имеется другой аддон. По факту да. Надо просто убрать его и установить тот, который работает. Рарити. Аддон, который показывает нам списочек тех маунтов, тех игрушек и тех питомцев, которых у нас нет. Также показывает то, сколько попыток мы совершили. То есть полезно для тех людей, которые, например, фармят маунтов, фармят игрушечки, питомцев, но те цифры, которые вы увидите, они могут вас расстраивать. Поэтому подумайте, прежде чем установить этот аддон. RC Loot Console. Аддон, позволяющий распределять добычу. Да, вы скажете, что на текущий момент персональная добыча и, в принципе, что кому упало, тот, кто себе и оставил. Нет. Люди в скором времени на второе, там, на третье кд при зачистке рейда смогут передавать вещицы. И с целью того, чтобы нормально передавать их, чтобы ролить их по-нормальному, выставить приоритеты, используется этот аддон некоторыми гильдиями, само собой. Кто-то использует другие аддоны, а кто-то вообще ничего не использует. Сам берет и раскидывает вещицы. Это, кстати, хорошая схема. Модификация Rematch. Аддон для питомцев. Полностью измененный интерфейс, можно делать сетапчики различные, можно там все автоматизировать хорошенечко, сделать все замечательно, и аддон работает как надо. Само собой, если любите питомцев, хотите ими заниматься, хотите сетапчики сделать, все абсолютно, дерзайте. Модификация Scrap, Scrap Merchant, Scrap Options. Аддон Scrap позволяет просто-напросто брать и закидывать все вещицы в статус утиля. Ну, то есть, например, мы хотим продать вендору зелье морских туманов. Мы вот поставили меточку и подходим, нажимаем открытие товаров, нажимаем кнопочку. Все, все абсолютно продалось то, что помечено знаком монетки. А теперь самое главное, частый вопрос на стримах, как пометить эту монеточку. Я отвечаю, само собой, но в видосике тоже это стоит сказать. Модификации угол Item Under Курсор. Мы делаем тот бинт, который нам нужно будет нажимать при наведении на какой-либо предмет с целью помещения его в статус утиля, скажем так. То есть, пометили все итемы, подошли к торговцу, продали. Легчайше просто можно очистить свою сумку с помощью модификации Scrap. Идем дальше. Тоже немножко аддонов осталось в принципе. Sexy Cooldown синяя полоса отображающая кдшечки. Пока что ее не обновили. Увы. Sexy Map синяя руна крутящаяся вокруг мини-карты. Ну и также скрываются все ненужные иконки, которые мы не юзаем. Увы, аддон не обновлен, поэтому иконок до кучи. Simple Eye Level мы нажимаем на какой-либо таргет. Ну, на персонажа, да. Осматриваем его вот так вот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все посмотрели, хорошо. И в правом нижнем углу у нас будет указан Item Level этого человечка. Simple Armory есть замечательный сайт под названием Simple Armory. На нем можно просматривать маунтов. Но если мы хотим посмотреть, например, список игрушечек, нам нужно будет скачать этот аддон, ввести особую команду в чат, и только после этого, скопировав полностью код, мы импортируем его на сайт и можем просматривать свои игрушки. Как-то так. Хотите коллекционировать игрушечки? Скачивайте аддон. Simple Gold. Полоса с голдишкой. Да, голдишка уменьшилась, потому что брутозавр. Simulation Craft. Аддон, который позволяет симить вашего персонажа. Делать приоритеты характеристик. Вес характеристик можно увидеть. Можно просто-напросто взять и, например, раскидать топовые таланты для своего спека, для своего класса. Можно раскидать топовую экипировку. Посмотреть камушки, какие лучше будут у нашего персонажа. То есть просто-напросто аддон, который позволяет нам симиться с целью повышения дэмэджа. Слайдбар это модульный аддон. Stop Resetting My Camera Please. Аддон, который позволяет засетить нашу камеру на максимальной дистанции. Были такие моменты, когда камера максимально была приближена примерно как-то так, и это реально мало. Да, можно было там писать какие-то макросы, скрипты на отдаление, но появился в сети такой аддончик, скачав его, все стало идеально. В текущий момент вроде можно в настроечках все прокликать, но я думаю аддон установить проще, намного проще. TD Battle PetScript и TD Battle PetScript Rematch. Аддон, который позволяет делать скрипты, за которые не забанят, в модификации Rematch. Открываем аддон питомцев. Нажимаем галочку Rematch в левом нижнем углу. Перед нами появляется новый интерфейс. Мы открываем команду нашу, мы их делаем там во вкладочке всякие различные и с целью написания скрипта мы жмем кнопочку написать скрипт. Написать скрипт. Кликаем окей, хорошо, ничего не работает, люблю припатчи. И просто-напросто берем, прописываем скрипт и нажимая всего лишь одну кнопочку в битвах питомцев мы выигрываем этот бой. Скрипты написаны людьми, все они проверены и абсолютно все скрипты можно глянуть на сайте под названием wov defice petguide.com ссылочку я оставлю в описании. Tomcat tours это аддон, который показывает место положения рарников в михагоне, в нажатаре, в введение ханзота, ну и показывает также то, что с них падает. Полезный аддон, хороший. Том-том аддон на координаты много где используется и обычно люди пишут координаты например с целью выполнения какой-либо ачивы, с целью выполнения какого-либо квеста, какого-нибудь там секретика например в варкрафте, но при патче сделали довольно-таки интересную вещицу, то что можно ставить метки от стандартного интерфейса и можно ими делиться в чате. Не знаю, будет это кем-то использоваться, но функция такая довольно-таки интересная. Truffy GKD аддон, который в иконках слева направо или справа налево, вы это сами все можете настроить, будет показывать ротацию вашу, ротацию таргета за фокушенной цели, ну то есть через запомнить цель, ротацию группы можно отобразить и ротацию вообще всего-всего, чего только можно. То есть там будут прописываться диспелы, кто там сел на маунт, например, кто припод нажал, кто просто там поушен во время боя, например, нажал, кто герус дал, то есть все-все-все можно увидеть, кто что нажимает. векаурус аддон, который позволяет делать различные векауры, ну и также скачивать их. Правильно написано, то что это мощный многосторонний инструмент для отображения графики и информации, основанный на бафах, дебафах и других триггерах. Вот лучше объяснение просто не придумать. Поехали. Была векаура на круг, ну что-то она не хочет работать. Ну и как бы скатертью дорожка. Панелька по центру это векаура. столбики со статами это векаура. Векауры, которые я юзаю, можно найти в АК-группе. WorldQuest GroupFinder аддон, который упрощает поиск игроков для выполнения локальных заданий, используя заранее собранные группы. В тот момент, когда мы прилетаем на какую-нибудь локалочку, например, прибегаем, это будет актуально в шеле, мы жмем левой-правой кнопкой, у нас появляется окошечко, мы вводим эти циферки, после этого мы создаем группу. Те люди, которые введут такие же циферки, которые соответствуют ID-шнику этого квеста, подсоединятся к нам в группу. Это круто, то есть мы быстрее делаем локалочки, меньше тратим времени на них. Сейчас это не актуально, но в шеле, если будут какие-то такие квестики, это будет реально полезно. Далее, WorldQuestList аддон, который показывает абсолютно все локалочки справа. также можно не только локалочки смотреть, например, можно просматривать различные сокровища, ну и обычные квестики, конечно же. Paragon Reputation. Paragon Reputation аддон, который направлен на репутацию парагоновскую, показывает ее количество и немножко упрощает интерфейс дополнительной репутации. То есть в тот момент, когда мы набираем репутацию выше десяти тысяч, нам она уже не показывается в стандартном интерфейсе. Используя этот аддон, будет показываться цифра сверх первых десяти тысяч репутации. Те же Characters Stats нам показывается более измененное меню нашего персонажа. В текущий момент аддон не работает, увы, но там прописываются все характеристики, все дополнительные какие-либо статы, дополнительные показатели, ждем обновления. Паван работает вместе с Simulation Craft аддон, который позволяет вписывать веса наших характеристик. То есть на основе этого, наведя на какую-либо вещицу, мы уже начинаем понимать, дает она нам плюс или, например, не особо. Ну окей, вот наведем на нагрудник и пишется 418% улучшения для Анхолика. Это основано на весе стат, которые вписаны в лаван. Ну как-то так, как смог объяснил. Но лучше все равно симится, это больше даст уверенности. ДБМ, все знают этот аддон, ДБМ показывает таймеры боссов, различные там способности их и все такое прочее. И на этом все. Довольно-таки быстро я справился с модификациями, в принципе рассказал абсолютно все, что только можно было. касательно скачки модификаций, мы скачиваем приложение Twitch, из приложения Twitch'а скачиваем все, что нам нужно, ну а также автоматически обновляем. Касательно моих аддонов, ссылочка будет в описании, если будут какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. Также векауры все есть в ВК-группе, сайт на питомцев тоже будет в описании, ну и в принципе все ссылочки в описании, счастья всех, благ вам, берегите ноги, моете руки, до скорого!